привет друзья товарищи подписчики и гости канала сегодня у нас j320 samsung замена разъема наверное это у нас единственный современных самсунгов которые разбираются через заднюю стенку то есть не откликать омлет матрицу так как омлет матрица у нас очень дорогая сепаратора у меня нету я их очень не люблю делать разбор по моему на канале уже есть так что не стал снимать вкратце как проливаем периметр изопропанова мы просто снимаем заднюю клюшку но тем не менее тоже можно сломать дисплей потому что очень крепко сидит извиняюсь так будем менять разъем плата у нас вот так выглядит вот такая она у нас толстая в этом месте вот наш разъем рядом находится микрофон как бы вообще по идее термо воздушкой снимать надо но не хочу микрофон потом перепаивать потому что как правило они умирают очень быстро после термо воздушке так что мы будем травиться то есть использовать розы это наш розы приготовил небольшие инструменты как бы стандартные для замены кусочек розы наверно хватит думаю не хватит еще возьмем и разъем приготовил не знаю по моему китайский отличается по цвету не знаю посмотрим не помню точно идти покупал маркировок у меня на них нету сожалению я их покупаю по штучной маркировочек не остается так ну что начинаем пропаивать сначала интерфейсный контакт весь на розыжкой чтобы там у нас точно ничего не отвалилось чтобы дорожку не устанавливать в принципе пропаял по ходу дела так теперь мы плату перевернем и вот с этой стороны на монтажной площадке вот на эти мы нанесем возможно термо воздушку конечно и буду использовать но сначала снижу температуру плавления припоя потому что припою самсунгов как у nokia примерно кто ремонтирует узнает очень туго плавки надо его разбавлять так что наша разрешка в принципе тут в тему будет единственное что токсичная нет не особо страшно так ближе посмотрел в принципе пропаял так теперь что мы у нас разъем еще сидит не брюхом а вот этими также с фокус поймаем это свернись вот этими местами он сидит у нас на плате эти места как бы тоже желательно пройтись разы хай не помешало понятно куда светит ладно не суть как делаем так как лучше будет и ближе так вот эти места у нас и разъем сидит на плате никто же пропаиваем сейчас посмотрим не под разъем соскочит либо мы будем ты на воздушкой моменты все-таки подогревать погреем потому что вот эти вот большие площадки монтажные они очень плохо разрешкой прогреваются тем не менее все бывает везет по ходу дела не в нашем случае сейчас и пока термо воздушку включу пусть она у нас погудит на температуре плавления свинцевого припоя того что мы уже разбавили принципе температура у нас уже должна снизиться плавление что мы делаем делаем термоэкран на микрофон в принципе больше смысла не вижу делать термоэкран никуда остальные контакты у нас температура не особо боятся вот микрофон у нас помрет это бабки не ходи он подохнет так у нас залитый разъем разъем имеется кстати не показал неисправность но уже толку не показывать вообще признаков жизни разъем не подает внутри посмотрел глупой контакты сдвинулись под нагрева насадка отпала с термо-воздушки так насадку и вернул на место сейчас удобнее разместим все еще паялка переплелась с дуйкой сейчас мы это все сместим 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 в принципе сейчас более не менее так лучше будет просто подогреваем разъем помним температура плавления у нас раза что-то около 90 градусов температура плавления свинцевого припоя по моему около 300 так в принципе разъем у нас шевелится уже так вот так все разъем сошел термо-воздушка мне больше не нужно микрофон особо-то не нагрелся контакты сейчас поближе посмотрим так так контакты все на месте в принципе вот тут видно капля разъем правда ну сейчас мы это все уберем уберем все это лишнее так все под рукой но все далеко сейчас я лишнюю оплетку уже использованию откушу так как набрать разъем самый простой способ вообще это взять в канифоль снова самую элементарную и чуть-чуть оплетку в ней измочить сейчас скажут сейчас все что нельзя конечно же канифоль использовать как это можно в ремонте смартфонов использовать канифоль ну поверьте на слово так лучше потом канифоль отменить чем мучиться флюсом это делать нам надо так зачистить чтобы монтажные наши были пустые без припоя так сейчас посмотрим ну в принципе да припоя у нас у них нету есть у нас канифоль чуть-чуть в них но это не беда сейчас мы канифоль оттуда конечно же удалим так для удаления возьмем щетку вот такими хитрыми движениями вся у нас сесновая наша канифоль противная удаляется вот здесь маленько еще осталось внутри ну в принципе все так берем припой припой механик и наши контакты вот эти мы колодим сразу же потому что будем паять паяльником так флюса маленько еще нанес чтобы более равномерно припой лег и наверное все теперь разъемчик берем наш новый открываем достаем и старый берем и смотрим по контактам у нас здесь видим три контакта в центре потом два толстых и два с края тонких берем на родной смотрим такая же картина просто все в разы не видно там особо и примеряем сядет идеально вот сюда идеально сядет все теперь нужно теперь нужно подготовить нам сам разъем нанес маленько флюса сюда и легким движением паяльника с пинцетом чтоб пальцы не обжечь его будем так смотрим контакты пролудили из крайне испаялись ничего страшного сейчас мы это исправим эти крайние контакты пролудили теперь мы берем плюс плюс у меня боку двести двадцать третий и наносим на плату плюс также ложим разъем как на уране уже прикидывались положим разъем и на весу стараемся это делать либо на подставке плата жидкая подставки не берут буду делать все на весу берем поддавливаем и прихватываем его с одной стороны с другой стороны прихватили теперь переворачиваем и теперь уже можно пропаять вот эти вот контакты с внутренней стороны которые утаиваем хорошо припой у нас отсюда протекает на ту сторону платы если припой хороший конечно так пропаял смотрим припой у нас затек не особо пути хороший поэтому мы еще вот здесь вот выхватываем его чтобы он у нас всей плоскости прилип припаялся и тут то же самое вводим вся у нас плоскость припаялась иначе у нас будет отвал разъема и будем все переделывать и теперь самое интересное интерфейс зачем это все проуживали это чтобы вот тоненьким паяльником было очень легко там все пропаять потому что там надо лезть именно вовнутрь если мы вы не проводили мы бы заколебались бы пропаивать это все дело так вот нажимаю паяльником да и вижу как у меня припой под контактом расправляется но что появится так теперь контроль глупый все контакты у меня припаялись так паялку выключаем может хватит я думаю будем надеяться что у нас микрофон не умер потому что не хочу его менять хотя у меня даже есть стоит только его копейки но все равно лишнее учащаем плюс лишнюю работу делать не хочу короче очищен выдуваем ставки из опропанова берем наш провод который подключен к лабораторнику в случае чего у нас все просто в козы ушло и подключаем смотрим у нас аккумулятора нету потребление пошло до этого было 0 теперь у нас зарядка будет идти сейчас соберу телефон подкину и продолжим итак телефон я подсобрал как мы видим зарядка у нас уже идет проверяем белый фон чтобы не было проблем с матрицей и нету никаких то светов не трещин и засветов очень хорошо дисплей у нас выжил поэтому мне нравится 320 самсон на этом все вам спасибо за просмотр не забывайте подписаться на канал также прошу подписаться на группу вконтакте в который я выкладываю довольно интересный товары с алиэкспресса который сам лично заказываю проверяю ну большинство очень много подборок делаю по запросам кто-то просит выкладываю так что милости прошу ссылка будет в описании до новых встреч пока пока